Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить Земля, высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. В 2023 году в России объявлен годом педагога и наставника. Об учителях написано множество замечательных, добрых, поучительных книг. Республика Шкит Григория Белых и Леонида Пантелеева, талантливо написанная галерея очень разных педагогов и сейчас захватывает читателя. Педагогическая поэма Антона Макаренко – совсем серьезная книга для достаточно взрослых читателей. «Фотография, на которой меня нет» Виктора Астафьева – эпизод из детства самого автора. За внешней сюжетной линией о редком случае в жизни глухой деревни, приезде фотографа для того, чтобы сделать снимок класса, читатель заметит многое – настоящую дружбу, любовь родных и неравнодушного, понимающего учителя. «Зимний дуб» Юрия Нагибина – небольшой рассказ о молодой учительнице и неуспевающем ученике. Как оказалось, этот вечно опаздывающий и отстающий в учебе мальчишка умеет видеть и знает много такого, о чем и не догадываются окружающие. И читатель верит, что для учительницы только начинается путь к настоящему мастерству, к пониманию каждого ребенка. А ведь чтобы понимать детей, их нужно в первую очередь любить. Я хочу познакомить вас с книгой Януша Корчика «Как любить ребенка». Выдающийся польский писатель, педагог, военный врач написал немало книг о воспитании. Он сформулировал 10 заповедей для родителей. Автор советует «Любите своего ребенка, но не превращайте его в собственность. Он прежде всего личность, человек. Ваша задача – создание условий для его развития и становления». Взрослые подают ребенку примеры неуважения, лицемерия, навязчивости, грубых шуток. Детей не принимают всерьез. Но ведь детство – не черновик жизни, а сама жизнь. Среди детей дураков не больше, чем среди взрослых. У ребенка не хватает лишь знаний в нашем мире, словно он иностранец. Уважать ребенка – значит уважать его незнания. Многие советы Корчика применимы не только в отношениях с детьми, но и в других ситуациях. Подача материала свободна в разговорной форме, что позволяет легко понять и принять его советы. Читайте Януша Корчика и любите своих детей. Не на словах, а по вещей традиции, которая завтрашней жизни подстать, учителям надо будет родиться и только после этого стать. Память об учителе есть в каждом человеке. Задумайтесь на минуту и вспомните, как изменил вашу жизнь любимый наставник. Хотелось бы поделиться с вами впечатлениями о рассказе Юрия Бондарева «Простите нас». Это история о зрелом успешном человеке Павле Георгиевиче Сафунове, который решает вернуться в родной город и погрузиться в детские воспоминания. Однако вместо легкой встречи с друзьями ему предстоит выдержать серьезное для него общение с любимой учительницей Марией Петровной. А когда-то она верила в него и пророчила блестящее математическое будущее. Ему хотелось просто сидеть и разговаривать, рассматривать лицо постаревшей любимой учительницы Марии Петровны. Когда на книжной полке Павел Георгиевич наткнулся на свою книгу о самолетостроении, то очень сконфузился и вспомнил, что два года назад Мария Петровна отправила ему поздравительную телеграмму по случаю публикации книги. А он даже не ответил ей. Произведение Юрия Бундарева учит быть благодарным и внимательным к тем, кто принес много добра и света в твою жизнь. Повседневная суета забирает у людей самое важное – понимание истинных жизненных ценностей, о которых никогда не следует забывать. Роль учителя в жизни каждого человека велика. Учитель достоин уважения и благодарной памяти. Вспоминаются стихи Андрея Дементьева. Не смейте забывать учителей. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят. И в тишине задумавшихся комнат ждут наших возвращений и вестей. Им не хватает этих встреч нечастых. И сколько бы ни миновало лет, Случается учительское счастье Из наших ученических побед. А мы порой так равнодушны к ним. Под Новый год не шлем им поздравлений, А в суете или попросту из лени Не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами И радуются всякий раз за тех, Кто снова где-то выдержал экзамен На мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Пусть будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей. В нем будет мудрость талантливо-дерзкая, Он будет солнце нести на крыле. Учитель – профессия дальнего действия, Главное на земле. Среди учителей есть настоящие виртуозы Своего дела, педагоги по велению души. Они разные – друзья, воспитатели, Сочувствующие собеседники, Чудаковатые, излишне впечатлительные, Гениальные. Книги про учителей интересно читать И перечитывать в любом возрасте. Они мудрые, романтичные, героические. Яркие, живые, смелые образы учителей в них Заставляют задуматься и педагогов, и родителей, Каким нужно быть, чтобы ребенку рядом с тобой Было надежно и радостно. Сегодня хочу вам представить Рассказ Валентины Распутина «Уроки французского». В своем произведении Валентин Распутин затрагивает Проблемы нравственного выбора, Чувство ответственности за свои поступки, А также поднимает темы неравнодушия И человеческой доброты. Действие в рассказе происходит В тяжелые послевоенные годы. Главный герой переезжает из деревни Учиться в районный центр, Где находится восьмилетка. В районе у мальчика нет ни родных, ни знакомых. И поэтому ему приходится жить на квартире у чужих людей. Живется ему трудно, голодно. Ведь время послевоенное. Измученные люди стали терять человеческий облик. Стали более замкнутыми и от этого жестокими. Но настоящий человек всегда остается человеком. И Распутин прекрасно показал это На примере молодой учителицы французского языка Лидии Михайловны. Из всех взрослых только она одна смогла понять, Как трудно живется деревенскому мальчику, Одаренному, но невероятно бедному и гордому. Она своим примером показала, Что на свете есть доброта, отзывчивость и любовь. Ведь истинное добро не требует награды, Не ищет прямой отдачи. Оно бескорыстно. Добро имеет способность самораспространяться, Передаваться от человека к человеку. А у вас есть книги, Которые вы готовы перечитывать снова и снова. Которые вы готовы перечитывать,